Друзья, всем привет! С вами Алексей и вы на канале Вест Моторс. И в силу того, что на рынке новых автомобилей все та же беда, тачек нету, поставок нету, мы решили снять для вас вторую часть автомобилей из Арабских Эмиратов. И уже по сложившейся традиции мы решили объездить наших местных дилеров, посмотреть, какие автомобили есть у них в наличии, какие цены и можно ли вообще заказать автомобили. И мы конкретно сейчас приехали в автосалон Lexus для того, чтобы узнать по самым популярным моделям. Это Lexus LX600 и Lexus RX350. Посмотреть, какие есть автомобили в наличии, какие комплектации, какие цены и сравнить те же автомобили с арабским рынком. Ну как-то, честно говоря, все не работоспособно выглядит. И очень странно то, что стоит в салоне Lexus Mazda 6 и Mazda CX-5. А, так он вообще не работает. По техническим причинам с 29 апреля 2022 года операции Lexus временно будут осуществляться по адресу такому-то, такому-то в автоцентре Toyota. Ага. Ну, благо, что автоцентр Toyota находится рядом. Пока мы идем в автоцентр Toyota, наш менеджер по подбору вам расскажет по ценам на Lexus LX600, на Lexus RX350, сориентирует по ценам и по комплектациям. А мы пока погнали. Lexus LX600. В Арабских Эмиратах автомобиль представлен с 3,5-литровым двигателем V6, двойной турбонаддук. Данный мотор развивает мощность 409 лошадиных сил. Lexus LX600 представлен в четырех основных комплектациях. Это комплектация базовая Prestige, Signature, он же Turbo Sport называется, F-Sport пакет и VIP Launch Edition, либо иначе он называется Kura, в зависимости от того, какой арабской страны был выпущен этот автомобиль. Если мы говорим про базовую комплектацию Prestige, то здесь будет установлена премиальная акустика Lexus с 10 динамиками, будет адаптивный круиз-контроль, 7 мест, 20 колеса. Данную комплектацию можно выбрать из трех основных цветов, это белый, черный и серый, и только один вариант салона, бежевый цвет. Данный автомобиль идет 7-местный, последний ряд можно сложить. Автомобиль будет стоить под ключ в Россию 240 тысяч долларов, старт цены, или же по курсу 14,6 миллионов рублей на данный момент. Важно отметить, что курс постоянно изменяется, поэтому цены будем озвучить в долларах. То есть на данный момент у нас курс 62 рубля, но завтра он может быть выше, поэтому нужно всегда уточнять. Плюс цены на автомобили в Эмиратах, они постоянно изменяются. То есть одну неделю машина может стоить столько, в следующей неделе она может стоить дешевле на 2000 долларов, потом она может стоить дороже на 2000 долларов. То есть всегда нужно уточнять актуальную цену у поставщиков. Следующая комплектация Signature, или иначе называется Turbo Sport. Это в зависимости от того, какая страна заказчик этого автомобиля. Здесь уже будет у нас кнопка Start с отпечатком пальцев, 22 колеса, мультимедиа для заднего ряда, акустика уже будет не Premium от Lexus, а будет Mark Levinson с большим количеством динамиков. И также здесь добавляется еще два цвета на выбор. Это мокрый асфальт, либо цвет хаки. По цене на данную комплектацию Start будет от 263 тысяч долларов в Россию, или же на данный момент это 16 миллионов рублей. Следующая комплектация F Sport. Здесь на самом деле название говорит само за себя. То есть это модификация, которая будет иметь более спортивный руль, другая агрессивная решетка радиатора, акустика будет та же Mark Levinson, что и у Signature. По цвету будет отличаться салон, он будет черного цвета с красными вставками. Цены на такие автомобиль будут начинаться от 273 тысяч долларов уже в России, со всеми расходами, или же 16 миллионов 700 тысяч рублей. Самая богатая и дорогая комплектация это VIP Launch Edition, или же Cure. Эта комплектация будет включать два капитанских сидения сзади, у нее будет более дорогая отделка салона, то есть это вставки из натурального дерева, это более дорогая кожа. По салону будет на выбор две цветовых гаммы, это либо охра, либо салон черного цвета. Цена на данную комплектацию будет начинаться от 296 тысяч долларов в России, или же 18 миллионов рублей по курсу. Все эти четыре модели будут идти с одним и тем же мотором, это 3,5 литра, V6, 409 лошадиных сил. Сейчас перейдем к другому Lexus, это Lexus RX 350. На данный автомобиль устанавливается 3,5 литровый двигатель мощностью 295 лошадиных сил. Для арабского рынка Lexus делается в трех комплектациях. Prestige, Platinum и Black Edition. В чем отличие в данных комплектациях? Prestige – это базовая комплектация, 20-е алюминиевые колеса, аудиосистема Lexus Premium с 12 динамиками, 12,3-дюймовый монитор, то есть с дистанционным пунктом управления и 3D-навигацией, задний направляющий монитор, панорамная крыша, кожаные сидения. Стоимость на базовую комплектацию будет начинаться от 107 тысяч долларов по итогу в России, или же на данный момент это 6,6 миллионов рублей. Следующая комплектация – Platinum, это уже более дорогая комплектация. Будет установлена аудиосистема Mark Levinson с 15 динамиками, 12,3-дюймовый дисплей Lexus, точно такой же, как и в базовой комплектации 3D-навигация. В отличие от комплектации Platinum – это переднее сидение с электроприводом, 10 направлений, панорамная крыша и материал сидений из полуолениновой кожи, то есть более дорогая. Стоимость на данный автомобиль будет начинаться от 121 тысячи долларов в России со всеми расходами, или же 7,4 миллиона рублей. Другая комплектация – Black Edition. В чем отличие от Platinum? Это тот же самый Platinum, только он идет в четырех других цветовых расцветках. Здесь четыре, грубо говоря, оттенка серого. Черный, серый, белый и цвет мокровый асфальт. Салон будет другой, то есть салон будет черного цвета с белыми вставками. Цена на данный автомобиль в России будет начинаться от 121 тысячи долларов, или же 7,4 миллиона рублей. Мы только подошли к автоцентру Toyota. Здесь, посмотрите, на выдаче стоит 300-й крузак GR, комплектация, и здесь, наверное, какой-то обычный крузак 300-й. Обычный 300-й за какие-то космические деньги, 100%. Ни RX-а, ни LX-а. UX и NX только. Здравствуйте. Подскажите, нам по машинкам узнать? По наличию, по предзаказу, с кем можно поговорить? Необходимо в конфликации. Да, да. Toyota или Lexus? И Toyota или Lexus. Как мы к вам обращались? Алексей. Алексей, что мы туда не заповедили, по линейке, мы сейчас встречались. Угу, спасибо. Так это ж американец, не? Оранжевое катафото. 159-100 белорусских. Двухлитровый мотор. И NX-300 полноприводный, 210 тысяч. 123 тысячи 208 рублей. Двухлитровый мотор, 150 сил, вариатор. Переднеприводный. Комплектация стандарт плюс. Какая на 17-х дисках, но на новые, по крайней мере, наверное, можно взять и купить. На тряпке. 138 тысяч. 791 рубль. Двухлитровый мотор, 149 сил, вариатор. 162 тысячи. 2,5 мотор, 200 сил, 80 ступках. Этот, наверное, побогаче будет. На самом деле остались последние автомобили. Вот вы видите, здесь 3 RAGO 1 Кенри. Вот это уже стоят тестовые автомобили Lexus. Lexus новых больше нет. Мы их продали. Но дальше, на самом деле, привязано к решению возобновления поставок. То есть, грубо говоря, имея деньги, сейчас заказать машину LX какой-нибудь нельзя? Официально поставок пока нет, к сожалению. Поэтому да. Из имеющегося мы вам предложим автомобили, но под заказ пока нет. А из имеющегося это вот все, что здесь стоит? Да. А вот Land Cruiser 300-е там стояли где-то на выдаче, наверное, GR и потом чуть дальше. Они сейчас рассматриваются на покупку клиентов. И если там будет отказ, то, в принципе, мы их вернем в продажу. То есть, по факту, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть автомобилей в наличии, заказать пока ничего нельзя? Все? Понятно? Спасибо большое. Да, да, да. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Ну, в принципе, ситуация равносильна той, которая была у нас в первом выпуске, когда мы ездили в центр Toyota. То, что заказать ничего нельзя. Вот по наличию, пожалуйста, три Rava, Camryo и тестовые Lexus. Сам факт того, что Lexus автоцентр переехал в автоцентр Toyota, это уже о многом говорит. Автомобили в наличии, в принципе, нет. Есть только два варианта. Это UX и NX. Это демоавтомобили тестовые, не новые. Соответственно, забудьте про новые RX 350, про новые LX 600. Заказать вы их также не можете, поэтому с Lexus, в принципе, все понятно. Toyota. У нас много очень запросов было по Land Cruiser 200 рестайлинговому, именно новому. И Camry. В Эмиратах есть именно новый Land Cruiser 200 рестайлинговый, потому что, в принципе, в автосалоне Toyota новых крузаков 200 нет. Равним с автомобилями Land Cruiser 200 на рынке в Арабских Эмиратах. Для арабского рынка Camry идет с тремя двигателями. Это 2.5, 3.5 и 2.5 гибридный. Если мы говорим про 2.5, 2.5 будет 204 л.с. и у них будет две комплектации. Это S и SE. Обе комплектации будут оборудованы 8-ступенчатым автоматом. В чем отличие между S и SE? В комплектации S у нас будет механический блок управления кондиционера. В обеих комплектациях будут фабричные сидения, то есть не будет кожи. Единственное, в SE будет кожаная плетка руля. В SE будет двухзонный климат-контроль. В SE будет электропривод переднего водительского сидения. Только водительского WES его не будет. И кнопка старт-стопа. Комплектация S идет 16-м радиус с колесами. SE 17-м. И у комплектации SE будут хромированные ручки дверей по кузову. Будет присутствовать люк и камера заднего вида. У комплектации S это будет отсутствовать. Если мы говорим про комплектацию S, то старт цены на такой автомобиль в России будет начинаться от 48,5 тысяч долларов. Или же 2,950 миллиона рублей. SE от 51,5 тысяч долларов. Или 3,2 тысячи. Теперь, что касается мотора 3,5 литра. Данный мотор имеет 298 лошадиных сил. Точно такой же восьмиступенчатый автомат. И здесь он тоже представлен в двух комплектациях. SE Plus и Sport комплектация. В обеих комплектациях у нас будет двухзонный климат-контроль. Кожаные сидения. Только у Sport они будут иметь более спортивную форму. Отличие комплектации. У SE Plus будет 7-дюймовый монитор. У комплектации Sport будет монитор от компании JBL с 9-дюймовым монитором. И большее количество динамиков. У комплектации SE Plus будет 6 динамиков. У Sport будет 9. Цены на данные комплектации. SE Plus можно привести от 57,5 тысяч долларов. 3,5 миллиона рублей по курсу. Комплектацию Sport можно привести от 60,5 тысяч долларов. Либо 3,7 миллионов рублей. Также есть гибридная Camry. Гибридная Camry будет с мотором 2,5. Но данный мотор будет развивать 176 лошадиных сил. У автомобиля будет двухзонный климат-контроль. Кожаные сидения. Кожаный руль. 7-дюймовый монитор. Акустика от JBL. Панорамная крыша. Цена на данный автомобиль будет начинаться от 62,5 тысяч долларов в Россию. Либо 3,8 миллиона рублей. Ну что, перейдем, наверное, к самому интересному автомобилю из Арабских Эмиратов. Это Land Cruiser 200. Данный автомобиль уже не производится. Последний выпуск был в 2021 году. Но в Эмираты он до сих пор приезжает. До сих пор есть поставки с завода. В Арабских Эмиратах он представлен с тремя двигателями. Это самый популярный 4-литровый V6 мотор. Также иногда встречаются модели с моторами 4,6 и 5,7 литров. Часто такой автомобиль идет в базовой комплектации. В Арабских Эмиратах распространено до оснащения автомобилей. То есть и часто такие автомобили продаются уже в другом виде. Давайте посмотрим на примере. С завода эти два автомобиля выехали, скорее всего, полностью одинаковыми. Но, как мы видим, они внешне отличаются. Теперь давайте более подробно остановимся, в чем тут отличие. У этого варианта мы видим уже другой передний бампер, другая решетка радиатора. Хотя, опять же, с завода он выехал точно таким же. То есть здесь доустановили передний бампер и доустановили другую переднюю решетку. Скорее всего, часто устанавливают еще камеры переднего вида, то есть передние парктроники. Если мы перейдем в салон, здесь мы увидим, что у одной комплектации будут кожаные сидения, а у другой это будет тряпочный салон. Так вот, скорее всего, они тоже выехали оба на тряпки, но здесь салон просто перешивают. Вот эти кожаные сидения и дверные карты, перешитые в кожу, это именно дополнение. То есть это не заводское исполнение. Хотя с завода они тоже иногда выезжают в таком. Обратите внимание, здесь идет другая мультимедиа. То есть в базе будет такая простенькая мультимедиа. Никакого управления на руле не будет. То есть если мы внимательно посмотрим, можно заметить, что вставочки идут под цвет дерева. Тоже смотрится, кстати, намного приятнее. Это тоже доустановка. В базе цены на 200-й круизер начинаются от 88,5 тысяч долларов уже в России со всеми расходами. Или же 5,4 миллиона рублей по курсу. Если, например, рассмотреть вот этот вариант с доустановками, то в России он выйдет 94 тысячи долларов, либо 5,7 миллионов рублей. Эти два варианта будут идти с 4-х литровым мотором. Если мы говорим про мотор 4,6, либо 5,7, они тоже есть в наличии. Цены будут чуть-чуть отличаться, они будут чуть выше. Например, давайте рассмотрим самый дорогой 200-й, который сейчас есть в наличии в Эмиратах. Он будет идти с мотором 5,7. И данный вариант выйдет в Россию примерно 129 тысяч долларов, либо 7,8 миллионов рублей. Что хочется сказать про 200-й круизер. Самое частое опасение у клиентов – это какие там печки, какое там макокрасочное покрытие. Печки у данных автомобилей очень хорошие на самом деле. То есть, несмотря на то, что автомобили сделаны для арабского рынка, греют они замечательно. Если вдруг вы рассматриваете в базовой комплектации, то всегда можно доустановить подогрев руля, подогрев передних сидений. Никаких проблем с этих не будет. Но штатная система обогрева вполне справляется с нашими зимами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот еще один интересный момент. То, что рынок Арабских Эмиратов – это на самом деле просто кладезь для людей, которые прям фанатеют от какой-то определенной марки, либо модели. Потому что там все еще есть такие автомобили, как Toyota Land Cruiser 79 Pickup Safari Edition, Nissan Patrol, Toyota FG Cruiser, Mitsubishi Pajero 4 рестайлинговый. То есть те автомобили, которые на многие рынки уже давно не выпускают, это именно старые модели. Но на рынке в Арабских Эмиратах они есть именно новые, 22-го года с нулевым пробегом. И на самом деле у нас было огромное количество запросов на Pajero 4 рестайлинговый. И сейчас мы с вами про него поговорим. Наш специалист вам расскажет подробнее по комплектациям и по ценам на данный автомобиль. Как уже говорил Алексей, в Эмиратах очень много предложений по именно новым автомобилям, которые были сняты с производства в других странах, но для арабского рынка они до сих пор производятся. Один из таких автомобилей – это Pajero 4-го поколения. Второй рестайлинг идет с 3-литровым бензиновым двигателем, 5-ступенчатым коробкой автомат. Это рамный полноприводный внедорожник. Автомобиль имеет 7 мест в любой комплектации. И для арабского рынка он идет в двух комплектациях. E45 – это максимальная комплектация. И E36 – это базовая комплектация. Отличий между комплектацией на самом деле немного, но давайте их рассмотрим. В максимальной комплектации у нас передние сидения будут оба с электроприводом. В базовой комплектации будет только водительская. В базовой комплектации будут установлены две подушки безопасности. Водительская и пассажирская в максимальной 6. По салону базовая комплектация будет на тряпке. Она будет либо черная, либо бежевая Кстати, иногда встречается, что в базу устанавливают тоже кожу Максимальные комплектации можно выбрать из трех вариаций Это белый, бежевый и черный цвет салона По Pajero 4 также можно отметить, что автомобиль идет с хорошей системой обогревов То есть по печкам нет никаких проблем С нашим регионом он вполне справляется Если сравнивать по лакокрасочному покрытию У арабской сборки лакокрасочное покрытие будет толще, чем у автомобиля Которые продаются на нашем рынке По ценам на самом деле отличие не сильно большое В базовой комплектации автомобиль выйдет 43 600 тысяч долларов в Россию Либо 2 650 000 рублей Стоит отметить, что это 2022 года автомобиля Если автомобиль будет 2020, либо 2021, он будет чуть дешевле В максимальной комплектации старт цены будет от 45 000 долларов в России Либо 2,8 миллиона рублей В завершение к этому видео хочется добавить То, что на рынке в Арабских Эмиратах есть огромное количество предложений на новые автомобили Поэтому, если вас интересует какой-либо автомобиль Вы можете смело писать нам в комментарии В любые наши соцсети и наши специалисты окажут вам консультацию И также не забывайте подписываться на наши соцсети Все ссылочки будут в описании под этим видео И в нашем телеграм-канале мы ежедневно публикуем огромное количество горячих предложений по самым сладким ценам Ну и не забывайте подписываться на наш ютуб-канал С вами был Алексей, компания WestMotors Всем пока!